Сегодня нам Григорий Гархуш из университета Свонти расскажет про полулокальную катерию Милна. Да, спасибо. Значит, все по-русски говорят правильно, из участников? Да. Вот. Большое спасибо, Леша, за организацию семинара. И, в общем, этот доклад посвящен полулокальной катерии Милна, которую я стал, сейчас вам покажу кое-что, которая началась при, а, здесь нельзя шарить скрин, например, в Ютьюбе. Ну, ладно. Значит, да, которая я закончил в середине апреля, и она посвящена, ну, в общем-то, хочется вычислить какие-то мотивные когомологии. И в целом скажу сразу, что вычислено. Значит, вычислен комплекс Веса-2, мотивный комплекс Веса-2-За-2, а также строится мотивная спектральная последовательность, которая связывает все мотивные когомологии вне диагонали с так называемой полулокальной катерии Милнара. И сразу хочу отметить, что полулокальная катерия Милнара отличается от других версий катерии Милнара. Там существует относительная катерия Милнара. Относительная катерия Милнара просто гигантская по сравнению с полулокальной катерией Милнара в том смысле, что, например, одним из отличительных и очень важных свойств полулокальной катерии Милнара то, что она замкнута относительно чисто трансцендентных расширений полей. То есть полулокальные группы Милнара совпадают с полулокальными группами поляфункций от нескольких переменных. И на картинке вы видите сетку из мотивных когомологий. Я ее нарисовал так, чтобы диагональ действительно выглядела диагональю, а именно группы с номерами, мотивные когомологии с номерами МН. Вот если вы видите, значит, картинку, здесь вот она нарисована. Это то, что было вычислено 30 с лишним лет назад. Андрею Александровичем Суслиным, Нестеренко. Позже появилась статья, немного позже, «Татара». Хорошо известно, что диагональ вычисляется как катерия Милнара полей. Что мы еще знаем про… Ну, точнее, что я знаю. Пожалуйста, поправьте. Вот, если я, значит, чего-то подзабыл. Значит, что мы еще знаем про катерию Милнара? Ну, например, мы знаем вот такую группу. H1 поле, значит, веса 2 комплекс. Это К3 неразложимое поле. Я напомню, что К3 поле вкладывается в короткую точную последовательность. Слева стоит К3 Милнара, а справа стоит К3 неразложимое. И К3 неразложимое было изучено хорошо несколькими людьми в 80-е годы. Это, в общем, как говорится, классика. Я, значит, Левином в 87-м году, я знаю статью, значит, и Андрей Александрович, Александр Сергеевич, Меркурьев, Меркурьев-Суслин в конце 80-х. Значит, все, что касается остальных мотивных кагомологий, ну, как мне известно, это остается полной загадкой. Вот. И, как я понимаю, других мотивных кагомологий мы не знаем. Вот. Для чего еще важна, в первую очередь, мотивная кагомология? Я напомню, что существует мотивная спектральная последовательность, и мотивная, которая начинается с мотивных кагомологий и строго сходится к кагруппам Квилина. Поэтому в этом смысле мотивные кагомологии более тонкий объект, чем алгебраическая ка-теория полей. С другой стороны, с рациональными коэффициентами ка-теория Квилина вычисляет, восстанавливает мотивные кагомологии. Значит, что еще? Бейпотеза Белинсона-Суле. Что она говорит? Например, если мы возьмем все мотивные кагомологии, значит, если я поле беру, например, зато там здесь, то все, что меньше либо равно нуля, вот так вот, утверждается, что эти мотивные кагомологии все равны нулю. Если я вернусь на картинку, то я зону выделил зеленым цветом, значит, утверждается, что ненулевые мотивные кагомологии все сосредоточены вот в этой зоне. И утверждается, что все, что находится слева от этой зеленой зоны равно нулю. Да, я всегда буду игнорировать вот эту группу с коэффициентами 0,0, потому что это постоянный пучок, значит, z от 0, вот, и я его просто буду игнорировать. Вот, то есть все мотивные кагомологии у меня и все мотивные комплексы, они сосредоточены в позитивных, в положительных весах. Значит, какая еще гипотеза вокруг этого существует? Вот, например, в положительной характеристике гипотеза Беллинсона, что она говорит? Что естественное отображение из кагрупп Милнера, поля, с рациональными коэффициентами, в катерию Квилина с рациональными коэффициентами поля, это изоморфизм. Вот, хорошая гипотеза, это своего рода, на самом деле, если говорить про характеристику П, то это более сильная гипотеза, чем гипотеза Беллинсона-Суле в характеристике П. То есть утверждается, что в характеристике П существует только вот эта диагональ и больше ничего. Все, что вне диагонали, вот это все должно быть нулем. С рациональными коэффициентами, конечно. Ну и, в общем, это прелюдия такая, и, значит, что хочется отметить, например, мы знаем, что катерия Милнера по теореме Ижболдина, которую я, кстати, нашел только в начале сентября, поэтому в архиве Ижболдин не цитируется. Ну, конечно, в следующей версии он обязательно появится. Олег Томович был оппонентом на моем кандидате в 99-м году. Вот, значит, что мы знаем. Значит, теорема в характеристике П, если поле К, значит, позитивной характеристики, и это теорема Ижболдина. То, как группа Милнера не имеет приключения. Это где-то 87-й год, по-моему, статья в докладах АНССР. Значит, что доказывается, например, я еще не вел, я еще не вел, значит, по локальной К группе Милнера, которую я буду обозначать, значит, вот такими буковками с крышечкой. Будет понятно, почему я крышечку использую позже. Значит, они все не только не имеют приключения, значит, но они еще и суть П однозначно делимы. То есть, они на самом деле, то есть, они все Z1 на P модули. Это другое отличительное свойство по локальных К-групп Милнера с классическими К-группами Милнера или другими его вариациями. Значит, далее. Ну, вот я начну с такого определения. Сейчас, можно я возьму... Ой, пардон. Значит, в таком определении, если F, это предпучок, Абелевых групп, предпучок, то введем такое обозначение, значит, C-1 от F от X. Здесь, значит, есть калимит. Я беру X крест 0, U, значит, V, X крест A1, F от U. Вот хочется взять такой калимит над всеми открытыми, которые содержат вот эту штуку и содержатся вот в этой штуке. Это на самом деле, значит, в некотором смысле такая полулокальная версия, то, что мы называем C1 от F. Я забыл принести еще одно устройство. Я прошу прощения. Мне надо взять другой от BAT. Да, ну и, конечно же, существует... Конечно же, существует естественная стрелка из предпучка в C10. Стрелка. Из предпучка F в предпучок C1 фильда F. И, значит... Говорим, что... F является... Рационально стягиваемым... Стягиваемым... Если... Значит, у меня есть... Если одна композиция... Вот я иду по этой стрелке C1 фильда от F, а дальше у меня есть и 0 со звездочкой, как обычно, и 1 со звездочкой в обратно F. И если одна, значит, штука... Ну, например, и 0, композиция, если это обозначим через... Не знаю, FI, например, условно говоря... FI равно 1, F, а другая... Другой ход равен 0. Да, ну и примеров... Что? У вас там единичка не потерялась в определении? Какого предела? Там не X крест 0,1 должно быть? Единичка, да? Ну, хорошо, значит... Нет, я имею в виду, что вы же хотите, чтобы у вас две стрелки было ограничения. Там не две точки должно быть. А, да-да-да, ну, конечно, X крест 0,1. Я прошу прощения. Сейчас я это тогда исправлю. Вот так вот, естественно. X крест. Конечно, 0,1. Да, ну и... Гриша, а у меня есть еще такой вопрос, комментарий. Вот вы пишете, есть стрелка F, C1, Свалмарат F. Мне кажется, что надо говорить... Мы говорим, что F рационально затягиваемый. Если существует такая стрелка FI... Да-да-да-да-да, если существует, да, конечно, если существует... Конечно, я извиняюсь. Если существует стрелка... Конечно, мы просто обобщаем понятие наивной А1-гомотопии вот на этот случай. Если существует. Спасибо. Вот. Значит, я хочу... Есть другие комментарии? Значит, я хочу привести несколько примеров рационально стягиваемых, значит, предпучков. Вот. Ну вот, например, я... Ну вот, например, я... Значит, у меня есть наивный хом... С тем в, ну, например, Gm Smash N, где N положительный. Это рационально стягиваемый, значит, предпучок. Дальше, ну, вот всякие такие... Например, с плюсиком, без плюсика. Значит... 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 Дальше Z-Trace. Вот. Потом, можно сказать... Вот мы с Иваном Александровичем в свое время обсуждали. Там ZF какой-нибудь от Gm Smash N. Вот. И так далее. Это все суть рационально стягиваемые предпучки. Вот. И, конечно, на самом деле все основные теоремы будут для предпучков с трансферами. Но, тем не менее, основная теорема, о которой я буду говорить, не то что основная, а одна из главных теорем про спектральную последовательность, она на самом деле имеет дело с любыми предпучками, не обязательно с трансферами, и поэтому я придерживаюсь наиболее общего случая. Значит, еще, значит, хочется упомянуть какие-то свойства предложения. Это я сейчас буду цитировать Андрея Александровича. Значит, основные свойства... Значит, выполнены в следующем условии. Следующее утвердение, извините. Значит, первое, то, что если я возьму, например, любой рациональный, если... f, рационально стягиваемый предпучок, то также вот такой предпучок рационально стягиваемый. Я беру внутренний хом от дельта-н, алгебраическая. Всегда будет алгебраическая, конечно, значит, в f. Ну, это можно еще так записать. f от дельта-н крест-минус. Вот такой пучок тоже рационально стягиваемый. Вот, и это нам очень понадобится. Вот, второе, что нам тоже очень-очень понадобится. Значит, если, опять же, f рационально стягиваемый, вот это, как и в условии 1, то тогда комплекс... Какой комплекс? f от дельта с точечкой... Ну, стандартный комплекс, который еще обозначается через... как c с раззвездочкой f комплекса 7 является стягиваемым комплексом. Я еще комментарий. Пожалуйста. Там не дельта-хэт должно быть написано. Дельта-с точечкой... Дельта-хэт, спасибо. Дельта-хэт, конечно. Я же про дельта-хэт говорю. Является комплексом. Спасибо большое. Вот, значит, немножко стюмбурное сегодня. Значит, у меня там с устройствами дела были. Вот, немножко все. И сосредоточился до конца. f от дельта-хэт, конечно. Значит, и комплексом обелевых групп. Значит, не только ацикличным, а просто стягиваемым, наивно стягиваемым комплексом обелевых групп. Это очень-очень приятное свойство, которое нам очень понадобится. Вот. И, значит, основное, что еще хочется ввести здесь, перед тем, как переходить к, значит, к теореме одной, я буду обозначать... у меня будет два, значит, я пользуюсь и гомологическими обозначениями, и когомологическими обозначениями. Поскольку я буду работать с симплециальными группами, и я их буду по умолчанию отождествлять с комплексами, причем гомологическими, с цепными комплексами. То есть дифференциал минус один, степени минус один. Но с другой стороны, в определении мотивных комплексов мы используем коцепные комплексы, где дифференциал степени плюс один. И поэтому я всегда буду это подчеркивать. У меня, значит, с одной стороны будут гомологические термины, а с другой стороны и когомологические, или их комбинация. Но это вызвано только тем, что с одной стороны у нас будут симплециальные абелевые группы, а с другой стороны мотивные комплексы все определяются как коцепные комплексы. Вот, значит, поэтому, если нам дан, если, значит, F является коцепной комплекс, коцепной, я просто буду писать, как обычно, значит, как транкейшн, я забыл, что я не знаю. Как транкейшн будет, извините? Срезка. Срезка? Ну, хорошо. Значит, то такой комплекс, значит, это комплекс, который комплекс сосредоточенный в в отрицательных гомологии. Это комплекс, у которого гомологии, когомологии, я говорю про когомологии, сосредоточенные в отрицательных степенях. Потому что я буду эти срезки использовать, и на самом деле я буду срезать мотивные комплексы в будущем. Просто что-то ввести обозначение. Гриша, маленький вопрос. Значит, вы оставляете F0. F0 я не оставляю. Здесь у меня написано строго меньше нуля. вот здесь написано F строго меньше нуля. Тогда я все равно точный вопрос. Значит, F-1 вы оставляете как F-1 или заменяете? Нет, нет, я его заменяю. Это не наивная срезка, а настоящая гомологическая срезка. Окей, понял. Вот, и наивно срезать я никогда ничего не буду здесь так, на всякий случай, да. То есть, это честная гомологическая срезка, он оставляет только когомологии значит, в отрицательных степенях. Вот. Хорошо. Ну вот, теперь будет формулировка длинной теоремы. Значит, и на самом деле в каком-то смысле это она нам будет весьма-весьма полезна. предположим, что значит, пусть пусть F будет такой комплекс, значит, причем это кодцепной комплекс, кодцепной комплекс. в какой-то в какой-то мере это теорема, на самом деле, основное наблюдение в этой работе. Значит, очень все просто, на самом деле. Вот такого вида кодцепной комплекс, который сосредоточен в неположительных степенях. F-1, F-2, ну и так далее. значит, это что у меня? Дифференциал, соответственно, это кодцепной, поэтому D-2, D-3 и так далее. Кодцепной комплекс предпучков, значит, где каждый F-1, это рационально стягиваемый предпучок. Вот. Дальше я сейчас буду вводить некоторые обозначения. На самом деле, если мы возьмем типичный пример такого комплекса, ну, например, мы возьмем Z-trace от G в степени там N, где N положительный. Вот. И я его буду рассматривать значит, да, и значит, на N-той позиции стоит internal home, внутренний home от delta N Z-trace от G-N. Ну, это я потом буду пример приводить. Таких комплексов, в общем, в природе очень-очень много, у которых значит, предпучки суть рационально стягиваемой, код цепи рационально стягиваемой. Значит, дальше K-N. Веду такой вот K-N красивая, я веду такой предпучок, это ядро от D-1, где N больше нуля, то есть я хочу взять, выделить все ядра, начиная значит, с вот этого дифференциала, вот этого, вот этого, и дальше влево. Вот веду такие ядра. Как говорится, хочется. А отдельно я веду, тем не менее, отдельно я веду L красивое. Я специально для него значит, буковку резервирую, это очень-очень важно. Ко ядро от D-1. Вот. L в будущем будет предпучком Милнера. Значит, хорошо. Тогда, значит, что утверждается? Тогда комплекс абелевых групп цепной сейчас будет цепной комплекс. Я предупреждал, что будут комбинации цепных. тогда цепной комплекс абелевых групп L с крышкой. квази-заморфин такому комплексу K-1 красивое от дельта с крышкой и, значит, я должен его еще и двинуть минус два раза. Сдвиг у меня гомологический. Вот. Это утверждение. Значит, если я возьму коядро, очень важно, если я возьму коядро вот этой штуки, навешу дельта-хэт, то это то же самое, что взять ядро от D-1 на весе дельта-хэт и сдвинуть минус два раза. Гомологический сдвинуть. Вот. Это не все, что утверждается. Да. Сейчас, Гриша, извините, пожалуйста, сдвинуть на минус два, это мы вправо сдвигаем. Сейчас вам скажу точно. Комплекс, ну, например, возьмем F от F минус два, сейчас, секунду, как он будет, F минус, у меня здесь занято, ну, там другой, другую букву, минус два от N, это по определению F N минус два. То есть, не должно быть нулевой и первой гомологии в итоге. Вот. Да, это мы влево сдвигаем, влево сдвигаем. Ага, хорошо, спасибо. Вот. Цель такая, что не должно быть, значит, у комплекса L от Delta Head не должно быть ни нулевой, ни первой гомологии. Вот. Это, это первое, что утверждается. Значит, второе, что утверждается, также существует, также имеется имеется башня в производной категории Абелева групп, Абелева групп, такая, значит, такая башня K-1, вот я влево ухожу, K-1 от Delta Head, и так далее. вот какая-то башня, да, и еще я должен делать небольшие сдвиги у этих комплексов, небольшие сдвиги, значит, а именно здесь я беру сдвиг минус 1, здесь я беру сдвиг минус 2, и так далее. То есть связность комплексов растет по мере хода влево, справа налево. Значит, чем больше номер члена башни, тем больше его связность. Вот есть такая башня, значит, что является у этой башни, значит, последовательные конуса, я бы так сказал, значит, конуса суть такие, имеется с точки зрения хомотопикофайба, значит, суть такие, значит, я беру предпучок когомологии у нашего коцепного комплекса с номером минус 1, минус q, навешиваю дельта хет на него и сдвигаю. А сдвигаю я, извините, гомологически. Поскольку дельта хет мне дает симплициальную Абелеву группу, я сдвигаю его гомологически минус q раз. Но еще раз, я стартовал с коцепного комплекса. Это коцепи, 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 это у него, значит, коциклы, 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 а это у него, значит, когомологии, но я навешиваю дельта хет, получаю симплициальную Абелеву группу и хочу вот сдвинуть его гомологически минус q раз. Ну вот, к сожалению, ничего, так сказать, простого, более простого я не придумал с точки зрения обозначения. Значит, поскольку я еще раз работаю, я стартую с коцепного комплекса, но навешиваю дельта хет, я получаю какие-то цепные комплексы и сдвигаю я гомологически эти цепные комплексы. Вот, значит, последовательные конуса у него вот такого вида. значит, где? Какая первая, Миша, извините, пожалуйста. Пожалуйста, конечно. До какого, с какого места по какое вот у этого комплекса аж красивая минус один минус q, еще и сдвинутого на минус q, значит, в каком интервале гарантированы нулевые гомологии у него? Да, да, значит, нулевые гомологии у него все в отрицательных у него есть у него есть нулевые гомологии, а минус один, минус два, минус три у него нет. Вот, да, еще раз, значит, поскольку, поскольку, вот почему я так говорю, смотрите, вот мы берем вот эту башню, так? Да. Значит, и мы ее сдвигаем, значит, минус q раз, а, пардон, значит, поэтому у него нет, сейчас, у него нули все от нуля до q минус один, извините, до q минус один. Первая ненулевая гомология у него будет в кутом члене, в кутой степени. Мой вопрос касался не k, а касался h. Так, h. И я хотел понять, вот после этого сдвига на минус q, да, где у него заведомо нулевые гомологии, это же у вас гомологический комплекс? раз. Поэтому заведомо нулевые гомологии у него, значит, от нуля до q минус один. Спасибо. Пожалуйста, да, значит, что дальше? Вот, дальше. Да, и эта башня, значит, эта башня индуцирует строго сходящуюся эта башня значит индуцирует строго сходящуюся спектральную последовательность, значит, такого вида строго сходящуюся спектральную последовательность, а именно, чтобы номера мне не напутать, значит, e, p, q, два, здесь, и, я беру эту гомологию от вот того, что я вел комплекс h красивый минус один минус q от дельта х к, значит, сдвиг я игнорирую, потому что это у меня отобразилось в гомологиях, значит, и что это такое? Это hp hp от, значит, это то же самое, что hp, я специально сейчас буду писать вот, вот что. Я беру срезку, которую я вел выше, значит, от какого комплекса, я беру f, с комплекса, с которого я стартовал, навешиваю на него дельта хэд. Я специально хочу ввести и вот эту штуку тоже. Значит, и к чему это сходится? А это сходится к таким гомологиям p p плюс q плюс 2 от чего? Значит, от l дельта значит, от l дельта с крышечкой вот. здесь. Вот. Почему это строго сходящаяся спектральная последовательность? Потому что... Извините, пожалуйста, при ругом. Да-да. Стоит hp от h красивого. Значит, h красивая это когомология от комплекса от обрезанного комплекса. Вот этого комплекса, да. Я начинаю, обрезаю его вот, вот не хочу вот этого. Так, да. Да, вы, значит, обрезали комплекс. Гомологический обрезан. да, а потом применили дельта хэд. К нему? Да, к нему. Нет. А, не к нему применили? А к обрезанному комплексу. А к обрезанному комплексу я применил. Вот вопрос вот какой. Вопрос вот какой. Вы можете взять h красивое с каким-то там номером от некоторого комплекса, это получится абелевая группа, и потом к ней применить процедуру дельта хэд. Ну, там, функтор получится и применить процедуру дельта хэд. Можете взять в этот комплекс обрезанный комплекс и к нему применить процедуру дельта хэд. Вот в каком порядке вы и потом взять. Хорошо, да, да, хорошо, я тогда возьму еще одни скобки, чтобы было понятно. Вот я беру вот здесь скобки. Окей, понятно, да. Вот, еще раз, я скобки взял, лишние сейчас нарисовал вот здесь. вот они, вот эти лишние скобки пока вот так вот. Тем самым то, что стоит внутри самых внешних скобок, это гомологический комплекс. Гомологический комплекс, да, гомологический. то есть я беру я беру когомологии строго со строго отрицательными номерами, грубо говоря. Значит, еще раз, этот комплекс сосредоточен в неположительных, вот он, он сосредоточен в неположительных степенях. И, значит, тем не менее, значит, я хочу обрезать этот комплекс так, что у меня получится комплекс, сосредоточен уже только в негативных степенях. И беру у него когомологии, предпущки когомологии у этого обрезанного комплекса. Дальше к этому предпущку, каждому предпущку когомологии я применяю дельта-хэт, получаю цепной комплекс. И считаю от него когомологии. Вот что написано. Понял, да, хорошо, спасибо. И главное, что эта спектральная последствия говорит. Я же еще ввел такую букву как L, вот она, как L, и я тоже могу на него навесить дельта-хэт. Так вот, оказывается, оказывается, что, значит, гомологии от вот этого комплекса, вот если вы видите, я выделяю зеленым, от вот этого комплекса, они связаны, значит, с остальными когомологиями вот вот этой спектральной последовательности, вот она. То есть, гомологии этого комплекса можно вычислить через спектральную последовательность, которая написана слева. А слева написаны участвуют только отрицательные предпущения когомологии, и это важно. Спасибо. Вот, пожалуйста. У меня тоже небольшой вопрос. Да, пожалуйста. Наверное, совсем глупый. Значит, то, куда мы сходимся, оно на вид, оно не зависит же от, то есть, оно зависит только от F0 и F-1. Совершенно верно. от коядра из F-1 в F0, да. Ну да, да. А то, откуда мы стартуем, оно вообще зависит от всех F-ок. Оно зависит от всех F-ок, да, совершенно верно. А у нас не было никакого условия на этот стартовый комплекс, который мы начинали, кроме того, что он состоит из рационально стягиваемых предпочков. И к тому, что я же могу, не знаю, выкинуть просто какие-то F-ки оттуда. Это же на левую часть как-то повлияет, а на правую нет. Нет, на левую, левая часть, левая часть, значит, вот, если я возьму, если я рассматриваю в этой башне, вот, К-1. К-1 это ядро D-1. Да-да. D-1. Значит, L это у меня К-ядро D-1. То есть и К-1 на самом деле вот эта штука L от Дельта Хэс она то же самое, что К-1 от Дельта Хэс сдвинутая минус два раза. Да-да, это я понял. На практике на самом деле L это будет предпочек Милнера. У меня в продолжение к Лешиному вопросу есть такую что ли спецификацию Лешиного вопроса. Вот мы возьмем и положим значит с одной стороны возьмем вот такой комплекс как вы написали а с другой стороны возьмем такой комплекс в котором скажем F-2 просто равно нулю. Так. Что там F-2 давайте просто F-0 оставим и все. F-0 и F-1. Ну да может быть и так даже да. Так вы хотите что вы выбрасываете у меня сначала скажите что вы выбрасываете. Все кроме F-0 и F-1. Так все кроме F-0 и минус 1. Хорошо значит вот это я вот это я все смотрите вот вот это все сейчас чуть-чуть она у меня вот это все я убрал оставил только вот эту штуку так? Да. Теперь смотрим на спектралку на вашу сходится она все туда же. Значит да ну спектралки потерялись все кагомологии я имею ввиду у него осталось только к минус 1 это значит у него кагомология у него например кагомологию например слева будет вот это к минус 1 а другая будет L то есть спектралка изменилась но сходится она туда же да спектралка конечно просто тотально изменится вот дело в том что в этом случае эта спектралка мне ничего не да она просто я про спектралку могу вообще сейчас не говорить а оставить только вот вот это утверждение вот до сих пор я могу оставить если вы останете только F0 и F минус 1 то есть утверждение будет в том что комплекс L от дельта это комплекс К минус 1 от дельта все ну сдвинутый минус два раза понятно хорошо вот но значит что важно в этой спектральной нет это замечательно значит вот смотреть на этот комплекс значит в чем главное так сказать наблюдение что если я оставлю только положительные то есть эти только отрицательные когомологии коцепного комплекса так и навешиваем на него дельта хэд там какие-то гомологии буду брать то они значит вычисляют через спектральную последовательность гомологии вот этого комплекса от L L от дельта хэд вот хорошо вот значит сейчас уже 11.22 значит доказательство на самом деле очень простое и можно я его не буду доказывать но если хотите я могу сказать доказательство вот здесь просто игра значит с короткими точными последовательностями значит ну ладно давайте я что-нибудь скажу да все-таки доказательство вот доказательство значит я возьму такую штуку сначала короткую точную последовательность я беру образ d-1 дальше я иду в F от нуля дальше я иду в L это кое-ядро d-1 иду в 0 это короткая точная последовательность перед пучков значит а дальше она индуцирует вот такую короткую точную последовательность я использую тот факт что направленный предел является точным функтором я беру кули значит U над всеми открытыми содержащими вершины моего значит дельта там в дельта N точнее я их обозначаю V0 V1 и VN значит дальше я беру этот предпущок D-1 в скобках от U дальше летит V U дальше летит точнее в кулимит конечно это Р плюс значит я беру калимит по тем же U F от U и дальше калимит от L красивая от U и дальше в 0 это короткая точная последовательность Абельевых групп правильно вот значит ну и что ну и что это дает она дальше дает следующая короткую точную она дает короткую точную последовательность считанных комплексов теперь я беру образ предпучка D-1 беру предпучок образ D-1 значит беру такой комплекс дельта хэд дальше он летит в F от дельта хэд он летит дальше в L от дельта хэд в 0 правильно всякая короткая точная последовательность комплексов значит дает мне значит длинную точную последовательность на гомологии ну или треугольник значит но средняя штука F от дельта хэд она вообще говоря гомологически равна 0 она даже гомотопически равна 0 ацикличная не ацикличная отстягиваемый просто комплекс ну и отсюда что следует что значит отсюда следует что L от дельта хэд это то же самое что предпучок D-1 берем дельта хэд но только уже сдвинуты минус один раз правильно значит дальше следующий шаг да следующий шаг дальше у меня есть короткая точная последовательность теперь я беру K-1 красивая иду V-1 красивая и дальше я иду образ AD-1 правильно и применяю то же самое с дельта хэд у меня получается такой треугольник K красивая минус 1 от дельта хэд значит он летит в F-1 от дельта хэд ко ядро образ D-1 от дельта хэд так опять я смотрю на средний комплекс F-1 от дельта хэд он гомологически равен нулю правильно не только гомологически но и гомотопически равен нулю ну и что из этого следует из этого следует что K-1 красивая от дельта хэд это то же самое что образ D-1 от дельта хэд но только сдвинутый минус один раз правильно ну а дальше я могу продолжить я же знаю что такое образ D-1 от дельта хэд значит это то же самое что отсюда следует что L от дельта хэд это то же самое что K-2 K-1 sorry от дельта хэд сдвинутый минус два раза это это сейчас проверил вот какое утверждение в этой теореме значит что вот что L от дельта хэд это то же самое что K-1 от дельта хэд сдвинутый минус два раза вот ну и далее более общо значит как я дальше мне нужно башню произвести правильно что я дальше делаю я дальше иду в такую короткую рассмотрю такую короткую точную последовательность дальше K продолжаю K-N красивая уходит V-N красивая K-1 ядро в образ D-N это короткая точная последовательность которая таким же образом производит вот что значит а здесь я выше я немножко наврал вот где я не здесь должен минус 1 сдвинуться наоборот извините вот здесь минус 1 раз я должен сдвинуть вот отсюда следует что K-N дельта сдвинуть минус 1 раз это то же самое что образ D-N от дельта F и отсюда я вот итерирую я получаю в итоге значит требуемую башню значит а какие как вычислять последовательные конуса у этой башни ну опять же я беру такую точную последовательность образ АД минус N минус 1 улетаю в F минус N ой извините в K-N красивая а здесь я беру K-ядро это и есть H красивая с номером минус N вот такая короткая точная последовательность так но значит после после того как я навешу дельта х на вот эту короткую точную последовательность я получу значит комплекс короткую точную последовательность комплексов а дальше уходит ваш красивый вот с номером минус N от дельта хэд вот но вот эта штука вычисляется как K-N как я только что написал дельта хэд от минус 1 правильно вот таким образом значит у меня появилась вот таким образом у меня появилась вот эта стрелка значит в производной категории значит это не равно это изоморфно в производной категории абелевых групп и поэтому у меня в производной категории абелевых групп появился такой треугольник значит K-N от дельта хэд минус 1 уходит в K от минус N дельта хэд и дальше уходит в H красивое H красивое с номером минус N от дельта хэд это треугольник это треугольник так дельта меня здесь значит треугольник в производной категории абелевых групп вот и таким образом да и как вы видите связность она растет вот она эта штука у нее нет например нулевых она один связан так значит я строю искомую башню где здесь утверждение вот теорема вот вот эту башню я строю вот она башню также я вычислил последовательные конуса в этой башне а по значит ну например да я последний шаг вычисления конусов не понял вот хорошо треугольник я увидел почему вылезает аж минус один минус значит сначала я смотрите сначала я вычислил смотрите вот вот этот треугольник последний сейчас вот вот этот треугольник ясно откуда получается там небольшая с индексами проблема ука сверху а здесь к-минус к-минус здесь к-минус н-минус один опечатка спасибо вот вот этот треугольник как получается ясно или нет вот вот этот ясно так хорошо значит тогда я буду делать тогда я напишу следующее значит к-минус один от дельта х так значит здесь я так напишу аккуратно h минус один от дельта х так ничего не сдвигаю ничего не двигаю дальше иду к-минус два так к-минус два от дельта х но сдвинул уже минус один раз извините так дальше идет все понятно все понятно спасибо хорошо ну ладно я уже допишу так это минус два вот а здесь вот h красивая ой h красивая от минус два от дельта х ну и так далее вот и значит всякая такая башня когда значит у вас растут связности справа налево порождает короткую порождает строго сходящуюся спектральную последовательность это например вы можете найти в фридландере суслине статьи 2002 года то есть подтверждение про спектральную последовательность это вот значит просто правильная нумерация того что дает мне вот это вот башня вот вот собственно теорема доказана вот дальше то же самое мы можем сказать то же самое мы можем сказать вот о чем значит если у меня есть если f значит предпучок с хорошими трансферами с хорошими трансферами значит ну например под этим я понимаю чтобы f от дельта от дубль в стреляющий в f за рисково от дубль в есть изоморфизм где дубль в это полулокальная полулокальная схема здесь я под полулокальными всегда имею ввиду следующий я беру гладкую схему х беру в нем конечное количество замкнутых точек и беру соответствующую полулокальную схему содержащую все значит если у меня есть такое свойство то значит хорошие трансферы тогда f то тогда это хорошие трансферы вот ну и все разумные трансферы являются хорошими вот тогда я к чему это все сказал я просто хочу сейчас вот в этой теореме я же стартовал с коцепного комплекса значит предпучков а сейчас я хочу это все запучковать в топологии зарисков вот и получить такое же утверждение только для пучков зарисков когомологии и значит соответствующую спектральную последовательность которая говорит про значит дельта хэт про дельта хэт примененные к пучкам зарисков значит вот вот этого комплекса то есть еще раз говорю если у меня все коцепные все коцепи предпучки с хорошими трансферами то значит я хочу запучковать вот это 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 они все пучки зарисков с хорошими трансферами то к минус н это конечно пучок значит потом я возьму пучок от l потом я буду брать пучки от всех аж минус q и совершенно такое же утверждение получу значит напишу сейчас следствие но оно просто пучковый вариант теоремы которую я сейчас формулировал значит следствие значит то же самое это f как и выше но все к цепи суть пучки зарисково хоро хорошими пучками вот то тогда значит тогда у меня что есть я беру тогда у меня есть да еще я требую также все значит также все значит и l и h красивые минус q суть а1 инвариантные предпучки все то же самое как в теореме выше но только дополнительное условие что и l и h минус q предпучки к гомологии суть а1 инвариантные значит то тогда значит комплекс теперь я делаю комплекс пучковый я беру l беру пучок l зариски применяю к нему дельта хет вот в такой последовательности значит квази изоморфин k-1 он уже пучок зарисково поэтому не о чем тут говорить то он изоморфин вот такому комплексу сдвинутому на минус 2 как и раньше а также значит есть спектральная последовательность и дополнительно есть спектральная последовательность строго сходящейся и pq2 значит опять я переписываю в этой к гомологии но сейчас я беру аж красивое зарисково я беру сначала пучок зарисково с номером минус 1 минус q вот я к скобке напишу чтобы понятна была последовательность дельта хэд вот и это все сходится каш p плюс q плюс 2 значит у л зарисково от дельта хэд вот то есть отличие от предыдущей теоремы в том что я все здесь все предпучки к гомологии просто отпучковал вот и все вот и теперь значит значит я могу дать определение постепенно что такое значит полукальная катерия милнера значит но сначала я хочу дать определение значит следующее которое к теории милнера значит буду называть я специально сейчас буду писать следующее определение буду называть гомологии такого комплекса такого комплекса я возьму значит ну в этом номере я возьму как группу милнера n сосредоточил в нулевой степени дальше идет дальше идет ноль дифференциал к н от милнера от к значит здесь идет единица дальше идет к н от милнера от к и так далее ноль ну а дальше все это чередуется вот это значит гомологии вот этого комплекса я хочу называть как группами милнера и значит обозначу его вот так вот наивный и дурацкий вопрос да вы это рассматриваете как просто в комплекса Абелевых групп или комплекса да да совершенно верно совершенно верно я сейчас рассматриваю комплекс Абелевых групп да да гомологии сейчас комплекса я не закончил это предъявление Абелевых групп сейчас Абелевых групп так значит у него значит для m больше нуля к n m милнера от k равны нулю на самом деле это стягиваемый комплекс который который он стягиваемый начиная в начиная вот с первого места и так далее вот здесь он уже начинается он стягиваемый остается только вот эта штука вот я хочу дать просто определение k милнера как группа гомологий вот такого комплекса но значит из этого определения следует что все гомологии кроме нулевой у этого комплекса равны нулю поэтому я оставляю только оставляю только только вот такую абелевую группу вот значит хорошо извините пожалуйста еще раз вы оставляете именно абелевую группу вы не смотрите на нее как на какой-то постоянный пучок нет 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 просто наивное наивное определение стандартное определение милнера все вот абелевая группа значит с образующими отношениями точка просто я в чем здесь определение что я выписываю его как я сначала выписываю комплекс а потом смотрю на его конкретный комплекс а потом смотрю на его гомологии вот значит дальше теперь полулокальная категория полулокальная категория категория милнера полулокальная категория милнера значит точнее комплекс полулокальной категория милнера теперь я беру вот такую штуку КН Милнера от поля, это в нулевой степени он у меня будет стоять, дальше минус первая степень, а дальше идет Д1 минус Д0, К от дельта 1 с крышечкой, К от дельта 1 с крышечкой, очень много индийцев. Здесь К, сейчас, чтобы индексы здесь не напутать, это в нулевой степени стоит, это в первой стоит, плюс первый, это гомологический комплекс, дальше у меня стоит Д2 минус Д1 плюс Д0, значит, это у меня стоит КН Милнера от дельта с крышечкой 2 и так далее. И существует, конечно же, стрелка сверху вниз, вот так вот существует, и причем мономорфно. Вот рассмотрим теперь вот такой комплекс. Или это то же самое, что, сейчас, то же самое, этот комплекс Есть вот что. Значит, я беру пучок, вот, Иван Александрович, я к вашему сейчас комментарию сейчас или вопросу возвращаюсь. Я беру пучок Милнера, пучок Зарийского Милнера, который есть коядро, если я возьму Зтрейс от дельта 1, значит, G, M, смеш N, так, и отправлю его Зтрейс от G, M, смеш N, так. И возьму его коядро, так, и возьму его потом пучок Милнера. Вот, под пучком Зарийского котёра Милнера я буду понимать вот такое коядро. Понятно. Так, значит, дальше. Вот, то тогда этот комплекс есть, значит, я взял пучок Милнера, этот комплекс есть, я вот продолжаю здесь. Я беру этот пучок Милнера, теперь уже как пучок, и навешиваю на него дельта хэд. Ну, как говорится, хочу, правильно? Вот, я напомню, что, значит, если у нас есть предпучки один-инвариантные с трансферами, то на полулокальных, значит, я могу, значит, пучкование коммутировать с эвалюацией на полулокальных схемах. Вот, ну, всё, вот, этот комплекс есть, пучок КН Милнера, вычисленный на дельта хэд. Так, и теперь определение. К-группы Милнера. Значит, К-группы Милнера, К-группы Милнера имеют два индекса. ой, пардон, полулокальные К-группы Милнера, имеют два индекса, N и M. N – это вес, M – это гомология этого комплекса по определению. Я беру M-тую гомологию, гомологию от комплекса К-группы Милнера, N, вычисленный на дельта хэд. Вот. И называю это полулокальные, полулокальные К-группы Милнера. Вот. И хочу сразу сказать, что, заранее, что классическая катерия Милнера, она стреляет, вот как я выше отметил, она стреляет в полулокальную К-группу Милнера, но на самом деле она там вся погибает. Эта стрелка, вот эта стрелка равна гомологически нулю. То есть, полулокальные К-группы Милнера, они, в общем-то, как говорится, ортогональны, значит, классической катерии Милнера. Еще раз, естественное вложение классической катерии Милнера-поля, значит, в полулокальную катерию Милнера-поля просто равна нулю. Поэтому это нечто, так сказать, строго отличающееся от катерии классической Милнера. И что же она мне, так сказать, вычисляет? Ну вот я сейчас теперь, да, то же самое, извините, пожалуйста, то же самое я могу вычислить с коэффициентами, с любыми. Для этого я беру вот этот комплекс, я беру вот этот комплекс, тензорно умножая его на Абелеву группу А и беру его гомологии. И это будет катерия Милнера, значит, я могу также вычислить, определить катерию Милнера с коэффициентами в группе А. Но на самом деле основные приложения, это когда А, это поле рациональных чисел, и тогда я буду просто писать в этом случае, значит, вот эту штуку буду писать через КНМК, и рациональные числа вот здесь буду писать. Вот, значит, все определил полулокальные К-группы Милнера, и теперь что же они вычисляют? Значит, ну, в первую очередь, теорема, значит, для любого n больше либо равного единицы, КН0, с крышкой Милнера от К, значит, КН1, в КН1 ничего нет, а первые, в каждом весе n нету первых двух гомологий, вот у этого комплекса, вот у этого комплекса нет первых двух гомологий, у него нет гомологии в нуле, у него нет гомологии в единии. То есть интересные гомологии начинаются вот отсюда, вот, это первое свойство. Дальше, для любого n больше либо равного единицы, значит, существует строго сходящаяся спектральная последовательность. Вот, ну, это свойство, это следствие той теоремы, которую я уже выше обсуждал, я просто тупо перепишу все буковки. Но здесь будет сдвиг, потому что у меня комплекс с трансферами, он сдвинутый, ZATN, поэтому минус 1, минус Q, значит, зарисковал пучок, вот с такими номерами я беру пучок. Значит, дальше я беру, обрезаю комплекс ZATN. Я еще раз напоминаю, что комплекс ZATN, это Z-трейс, только сдвинутый вправо, вправо n раз. Вот, поэтому то, что было в теореме минус, tau минус 0, стало tau минус Q. Вот, так, дальше вычисленный на, пардон. Так, я взял вот эти, такой пучок зарицкого кагомологии, взял от него дельта. Это превратилось в комплект сабельевых групп. И это все сходится вот строго к такой штуке, KNP плюс Q минус 2, плюс 2, извините, плюс 2 от поля К, крышка минера. То есть спектральная последовательность, которая была в теореме выше, она превращается в строго сходящуюся спектральную последовательность, которая завязывает мотивные кагомологии вне диагонали, которые сосредоточены вне диагонали. Мы навешиваем на него дельту хэд и исчезаем от него гомологии. И вот эта штука строго сходится к полулокальным группам Милнера. Еще раз, я беру комплекс ZATN. Я его, ну я точнее, вот этой записью я говорю, что я рассмотрю только мотивные кагомологии вне диагонали. Вот они. Я беру мотивные кагомологии вне диагонали. Навешиваю к этим мотивным кагомологиям дельта хэд. Читаю от него гомологии. Значит, эта штука строго сходится к полулокальным группам Милнера. Вот. Дальше. Что касается веса 2. Здесь интересно. Весе 2 утверждается, что HP Зарискова, значит, поле ZATN2. Весе 2, все, значит, мотивные кагомологии вне диагонали, вычисленные на полях, они вычисляются как полулокальные группы Милнера. На самом деле техника, которая здесь используется, она также позволяет восстановить результат со слюна воеводского, который говорит, что комплект Z1 имеет только один кучок кагомологии и обратимые функции. Вот. Но это доказательство строго длиннее оригинального доказательства со слюна воеводского. Но, тем не менее, оно существует. Вот. Ну и дальше хочется также сказать, что мы можем также определить не только полулокальные группы Милнера. Разбережьте, пожалуйста. Да. Вернитесь, пожалуйста, к теореме, которую вы последнюю сформулировали и к примеру, МРНО-2. Тут присутствует в правой части P. Правильно. Да. Вот. Если мы возьмем P равно 1. Это будет... Сейчас я хочу об этом написать позже. Хорошо, давайте я напишу. Хорошо, нет, хорошо. Если хотите позже, давайте позже. Не-не-не. Так давайте сейчас я напишу, какие проблемы. Я пишу так. Так, это хороший вопрос, потому что это К2-2 Милнера от поля. И мы же знаем, что это К3 неразложимая. Правильно? Точнее, мы знаем вот это правильство. Да-да-да. Вот. То есть вы восстанавливаете К3 неразложимая как полулокальную группу Милнера с индексом 2-2. Могли бы вы еще написать кусочек комплекса, который определяет как раз К2-2, чтобы совсем было видно, где это К3 сфере это? В смысле я имею в виду К2 от дельта с точечкой. Написать кусочек комплекса. К2... Сейчас, секунду. Сейчас индекс. К2 от дельта с точечкой. Сейчас. К2 от дельта с точечкой. Сейчас, сейчас. Сейчас. А, давайте я лучше, чтобы не переписывать, я сейчас вернусь. Давайте, да. Да. Значит, я вернусь. Он сидит. Он вот здесь сидит. Гомология вот в номере 2. Вот он здесь сидит. Что самое интересное. А здесь ничего нет. И здесь ничего нет. То есть, я хочу сказать, что первая интересная гомология вот у этого комплекса начинается вот с этой группы. Вот. Вот с этой группы. Спасибо. Вот. Спасибо, Билл. Да. Значит, ну или другими словами, кстати, это тоже еще хороший вопрос в том смысле, что ну мы знаем, что К-группы Милнарполя они далеки от К-групп Квилинаполя. Тем не менее, значит, я могу сказать так, что если мы возьмем пучок Зорийского К пучок Зорийского К-групп Милнара, то этот пучок восстанавливает и К-3, ну К-2 это там Мацумото, там это все понятно, и К-3. И далее я покажу, что он еще и восстанавливает и К-4 от поля. Вот. У меня даже такое сомнение возникло, что может быть вообще-то все восстановит, только правильно нужно это посмотреть на это. Ну ладно, это детали. Вот. В любом случае, вот первое, еще раз, вот Леша задавал вопрос, еще раз говорю, первая интересная гомология вот этого комплекса, она сидит вот здесь и она есть в К-3 неразложимое поле. Вот. Конечно, гипотеза Белинсона-Суле говорит, что она должна быть единственной гомологией в этом комплексе, но этого мы не знаем. Вот. И как я понимаю, что люди, которые ей долго занимались, вот в эту гипотезу не верят, что она верна. Но еще раз говорю, что вот эта теорема, она по крайней мере в весе 2 говорит, как выглядят мотивные, значит, вот, как выглядят мотивные, значит, гомологии, мотивные к гомологии, значит, в номерах меньше 2. То есть 1, 0, минус 1, минус 2, минус 3, минус миллион и так далее. И они все вычисляются через вот эти как группы Милна, полулокальные. Вот. Они восстанавливаются из Милна. Вот. Еще такой комментарий стоит отметить, что значит, есть теорема Керца, которая вычисляет этот пучок на, значит, полулокальных схемах, как наивную катерию Милнара полулокальных колец. Если поле К бесконечно. Но здесь вот, здесь над конечным полем мы все знаем по теореме Квиллн, так что, конечно, здесь все поле интересные случаи, только когда поле К бесконечно. Вот. И когда поле бесконечно, то мы можем писать полулокальный вот этот комплекс, вот этот комплекс, его все коцепи, вот все его все коцепи, здесь, здесь и так далее. Они все определяются наивно с точки зрения наивной, наивного определения как групп Милнара коммутативных колец, коммутативных полулокальных колец. Вот. Это теорема Керца. Вот. Извините, пожалуйста. Был предыдущий ваш комментарий про группы минус миллион. Да. Или плюс миллион. Что-то я рассредоточился. Минус, минус. Очень хорошо. Хорошо, я рассредоточился. Я сейчас вернусь. Я вернусь в эту концентрацию и потерял в эту картинку. В эту картинку. Давайте я верну. Да, в эту картинку вернулся. Значит, еще раз. На экране я не вижу, что вы вернулись. Странно. Я вернулся. Сейчас, сейчас. Да, я вижу, что-то у меня не возвращается картинка. Ну, ладно, можете словами сказать. Да, ну, еще раз словами. Значит, мотивные когомологии H22 это К-милнарополя. Два. К2-милнар. Так. С номером H1-2. H1 от Z2. Это К-милнара полулокальная К-22 с крышкой. Дальше идет К-23. Это мотивная когомология H0 от Z2. Дальше идет К-24. это H-1 от Z2. Вот. H-минус миллион от Z2 это К-2 милнара полулокальной от сейчас я там 3- минус или что-то у меня я уже сам забыл. это миллион что там ну в общем 9 более или менее понятно. Вот. Имеется ввиду, что весь комплект Z2 справа налево если вы идете так он вычисляется он вычисляется как группой милнара поля в номере N а дальше влево он вычисляется полностью как полулокальная категория поля милнара. Понятно. Вот. Вот и все. Миллион минус 2 миллиона. Но Белинсон Сулей говорит что значит это значит эта штука должна быть равна нулю начиная с нулевого места. 0 минус 1 минус 2 не существует а не нулей. Да. Понятно. Вот. Единственное что мы знаем из гипотезы значит из доказанной гипотезы Блоха Ката то что значит то что группы начиная с нуля и ниже 0 минус 1 минус 2 и так далее для каждого веса N они должны быть рациональными векторными пространствами. вот и почему здесь вот полулокальная катерия Милнера именно с рациональными коэффициентами больше всего и работает кстати вот забавно вот и еще такой комментарий что я ничего не говорю про конечные коэффициенты они просто прекрасно изучены я тут ничего не собираюсь добавлять ну может быть единственное что вот эту теорему которую вы видите странно почему-то у меня экран не шевелится вместе значит с другим экраном вот значит я думаю отвалился вы думаете что когда вы мышкой двигали оно шевелится сейчас дайте стопшери значит еще раз хорошая аллюшина фраза планшет отвалился отвалился да главное емкая емкая фраза о поехали вот так вот все едем вот 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 эта вот картинка значит вот это классический милнар а начиная вот с этого места и влево да это все полулокальный милнар вот блок ката влечет что вот это вот все что находится здесь слева от зеленой перпендикулярной линии вертикальной линии извините это все суть рациональное векторное пространство и Беллинсон Сулле говорит что они должны быть равны нулю вот вот это все должно быть значит нулем ну так сказать вот вот ну ладно значит так сейчас 12.08 можно я скажу я перескачу на значит гипотезу этого Беллинсона в характеристике П сейчас еще один короткий вопрос хочу задать пожалуйста да сейчас когда вы дали стоять а все говорите или вам нет нет самый низ как раз да мне надо ну последнюю формулировку которая была вот она так в смысле при n равном двум да как вы сказали что при П равном тот же двум вы получаете категорию милнара обычную да к 2 милнара стоп здесь у меня милнара вообще нет классического нет я имею ввиду если П равно 2 то получается обычный к 2 милнара правда же нет нет если П равно 2 то это номер будет 2 1 а номер 2 1 равен нулю вот вот здесь вот у меня нету n1 у меня нету групп милнара вообще ничего нет это ноль значит еще раз вот если там написано аж 2 2 я просто смотрю на строчку вторую снизу там написано аж и подставляю по равному 2 а ну это я просто не это я не написал значит сейчас вот я смотрю это для формулировки стоит меньше либо равен единиц вот нормально вот я бегал за вторым планшетом потому что здесь столько индексов я просто если я не буду смотреть в другой экран статью я просто умру вообще вот здесь стоит меньше либо равен единицы я доформулирую эту теорему значит мы также можем определить меня слышно что-то звук пропал да-да хорошо слышно мы также можем взять пучок милнаровита я не кортильда комплект все там бла-бла-бла все то же самое вот и значит есть естественная стрелка мы можем определить милнаровита вот с крышечкой и значит уйти вот в такие группы классическая стрелка так вот вот эта штука есть изоморфизм то есть дельта-хет она просто стирает квадратичную форму полностью вот и это значит этот изоморфизм он вытекает из спектральной последовательности с которой я начал и из вычисления Тома Бахмана который говорит что комплекс z значит если мы возьмем z-тильда от n так и возьмем tau меньше n то есть мы возьмем все когомологии значит строго меньше n так вот они все такие же этот комплекс такой же как и z-тильда то есть квадратичные формы они все сосредоточены в диагонали весьма любопытно вот так что то есть полувокальной катерии милнарвита просто не существует здесь я имею ввиду она ничего нового не дает и это очень забавно вот ну дальше я какие-то следствия значит хотел сказать значит сначала я вам говорил вот про такое утверждение что суть однозначной дилемии можно я еще здесь же напишу значит также если я уже здесь написал к группы милнара они полулокальные от к это то же самое как к со звездочкой звездочкой милнара с крышечкой от к от полифункций это тоже значит важное свойство и просто отличительное свойство полулокальной категории милнара и чтобы сказать это утверждение это единственное место где мне действительно нужна такая настоящая мотивная гомотопическая теория все что о чем я говорил до сих пор до до вот этого утверждения до вот этого утверждения я пользуюсь исключительно Андрея Александровичем и Воеводки мне больше ничего не нужно если честно я там ссылаюсь на многих людей но по сути значит все можно вывести из двух работ ну там из работ Сослина и Воеводского вот но вот чтобы сказать вот это утверждение так мне нужна теорема Левина вот и который использует на всю значит эта теорема использует на всю такую настоящую гомотопическую теорию стабильную вот в остальных но на самом деле да а какая теорема Левина ну о чем про С0 про С0 то что С0 от хорошего спектра значит от одинокального спектра Е она вычисляется как помните да вычисленные на многообразии Х вычисляется как Е от дельта Х от поля функций К на Х вот вот этот вот этот результат мне нужен а это как сказать Каневьё Тауа там вот это все я имею в виду статью статью про Каневьё Тауа я понял вот но это это единственное место а так вот грубо говоря если немотивный человек захочет читать это то ему там мотивная теория как таковая в общем-то кроме этого результата не понадобится вот значит да это был комментарий ну и дальше там вот я еще хочу сказать про К3 неразложимый я уже сказал поэтому уже писать не буду значит следствие такое совершенное поле ну вот мы можем вычислить для П значит меньше либо равным единице мотивной когомологии вычисленное на многообразии х от зета 2 она вычисляется как К крышка Милнер от 2 3 минус P от поля функций на х вот есть такое утверждение дальше значит ну с рациональными коэффициентами конечно К3 значит К3 от поля с рациональными коэффициентами это К3 Милнер с рациональными коэффициентами прямая прямая сумма значит К 2 2 Милнера с крышкой уже от поля с рациональными коэффициентами вот вкратце вкратце о К группах Милнера полулокальных но значит есть еще такая теорема вот я просто обязан ее сформулировать теорема значит гипотеза белинсона для полей характеристики П эквивалентно просто эквивалентно просто эквивалентно значит зануление всех К групп Милнера да значит коэффициенты 0-0 я не рассматриваю это просто z я в этом смысле всех кроме 0-0 конечно но это на самом деле интересный случай то есть гипотеза белинсона эквивалентно тому что значит все полулокальные К группы Милнера с рациональными коэффициентами равны нулю вот еще одна теорема дурацкий вопрос да пожалуйста про последнюю теорему если вы возьмете просто диагональ Н Н то как группа Милнера от поля характеристики п больше нуля рационально равна нулю да значит возможно у меня просто нет первой реакции на это значит еще раз повторите классический как группу Милнера поля какого поля характеристики п вы имеете конкретно ну вот вашего поля характеристики 0 ну и характеристики п да я говорю про полулокальные Милнера не Милнера полулокальные Милнера среди ваших групп полулокальных Милнера сейчас я забыл а там даже если вы пишете М М то это не как группа Милнера не 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 в коем это это энтеэкогомология значит вот комплект вот он это энтеэкогомология вот вот этого комплекса ага окей хорошо здесь нет гомологии здесь нет гомологии вот в 2 это к 2-2 например здесь в 2 хорошо хорошо и пошло налево да так вот говорится что ну хорошо значит говорится что все значит все полулокальной К-группы Милнера рационально равны нулю. На самом деле гипотеза Беллинсона она эквивалентна тому, что сказать, что все мотивы... Давайте я так напишу, что я буду говорить. Я беру мотивные кагомологии меньше n n k z q от n вот это все должно быть равно нулю. Если у вас все гипотезы Беллинсона выполнены тогда и только тогда, я этим пользуюсь в доказательстве, когда все вот такие группы равны нулю, рациональные мотивные кагомологии вне диагонали все равны нулю. Ну а вместо того, чтобы проверять все мотивные кагомологии, что они равны нулю, достаточно проверить, что все полулокальные К-группы Милнера с рациональными коэффициентами равны нулю. Вот, и в чем, да, и в чем, я вот хотел сказать, подчеркнуть, что в чем хороша полулокальная ка теория Милнера, то, что ее коцепи все они определяются в наивных терминах по теореме Кертина. Вот, то есть, все коцепи определяются наивными К-группами Милнера, полулокальных колец. Вот, значит, да, и есть еще такая гипотеза Паршина тоже, вот, она утверждает, что, где я тут, где, где, вот, она утверждает следующее, я сначала смотрю теорема, слово теорема, значит, Значит, если Х это гладкое проективное над конечным полем, ну, многообразие, конечно, над конечным полем, то, значит, все позитивные К-группы Милнера, Х, с рациональными коэффициентами, все равны нулю. Есть такая гипотеза. Вы написали Квилина. Это я Ку написал, здесь, не Квилина, с рациональными коэффициентами имеется в виду. Ну, значит, если вы не пишете Милнера сверху, Милнера сверху, то тогда это К-группы Квилина, правильно? Да-да-да, я ей сказал, что К-группы Квилина. А я К-группы Милнера сказал? Изнесли, да. А, пардон, пардон, виноват. Значит, здесь слева написано К-группы Квилина от Икса, с рациональными коэффициентами. Все такие К-группы Квилина, позитивные, должны быть равны нулю по гипотезе. Ну, вот теорема, значит, такая, что... Теорема. Что если К-поле характеристики П, значит, и гипотеза Паша Маверна, то мы должны иметь нулевые, как группы Милнера, поле с рациональными коэффициентами. То есть, это необходимое условие гипотезы Паршина. Зануление рациональных полулокальных групп Милнера с рациональными коэффициентами. Вот, значит, можно я еще скажу про Белинсону Сулер говорить? Уже нет времени, хотя там тоже эквивалентные условия. Значит, гипотеза Белинсону Сулер, вот, к чему она эквивалентна. Я хочу сказать просто про К-4-поле, но хотя бы про алгебраически замкнутое поле. На самом деле говорится про все поля, но времени осталось немного. Пусть К, алгебраически замкнутое поле, вот, тогда существует эзоморфизм. Значит, К-4-поле, это К-4 Милнера от поля, значит, прямая сумма К-3-2 полулокальной, имеется в виду Милнера, с рациональными коэффициентами. Я напомню, что по теореме Андрея Александровича, по-моему, К-группы алгебраических запахных полей суть однозначной дилеммы. По его же цене, значит, по модулю рационального векторного пространства К-4 поля равна нулю. Вопрос только, чему равно вот это рациональное векторное поле. Вот я его выписываю. Значит, дальше К-2-3, К-2-3 с крышкой Милнера рациональные, и прямая сумма вот Абельевой группы F, где F где F это прямое слагаемое значит, это прямое слагаемое такой штуки прямой суммы. Я беру поле ненулевые элементы, выбрасываю тоже единичку из него значит, и беру К-2-2 с крышкой Милнера более с рациональными персицинками. Вот. То есть К-4-К оно восстанавливается из К-теории Милнера и из К-групп Милнера и полулокальных К-групп Милнера. Вот. Вот такая теорема. Значит, ну а более общо значит, К-4-поле любого она значит, как и в случае К-3-поле. Если вы помните, К-3-поле оно значит, есть такая короткая точная последовательность К-3-Милнера, а дальше К-3 неразложимое, где К-3 неразложимое вкладывается в свою очередь, К-3 неразложимое вкладывается значит, в короткую точную последовательность. Это это блох от поля значит, а здесь тор такой подкрученный значит, ну там группа некое кручение. Вот. Короткая точная последовательность. А в свою очередь блох от К- складывается. Это ядро от комплекса. Это ядро значит, ядро мы берем такая группа есть при блохе или там FISIS Congruent Group. Ну, в общем, так вот оно называется по-английски. Значит, П от К стреляется в... Сейчас, чтобы не соврать. Сейчас, 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 сейчас. Лямбда 2 от... Лямбда 2 от К вот так вот. Вот. Такой вот есть стрелка. Вот. То есть, К3, она вкладывается в... Ну, в несколько... Значит, она вкладывается в короткую точную последовательность, где, значит, концы там как-то определяются. Блох, там, тор. Значит, а блох тоже определяется через... Как ядро, значит, другой стрелки. Вот. И, значит, в случае К4 поля у нас тоже имеется несколько коротких точных последовательностей, которые... Концы которых состоят либо из... Только одна короткая точная последовательность имеет К4 Милнера, а все остальные концы имеют... Определяются в терминах полулокальных как групп Милнера. Ну, я... Просто у меня нету времени это все выписывать. Вот. Все эти точные последовательности. Вот. Ну, вот вкратце вот так вот. Спасибо. Спасибо. Какие-нибудь еще вопросы? А можете сказать, почему интуитивно вот эти полулокальные как группы проще, чем, скажем, комплекс Блоха, который вычисляет высшие группы Джоу? То есть, почему... Почему это можно... Группа Гаща? Нет, я не сказал, что это... Я про группу Блоха вообще здесь ничего не... Сейчас, еще раз тогда... Просто сейчас я немножко путаюсь. Вот я была Блоха вот здесь, Б от К. Не-не-не-не-не, не про то. Но вы вводите, как я понимаю, вот эти полулокальные группы для того, чтобы считать категорию. Ну, или для того, чтобы считать мотивные когмологии. С помощью спектралки или с помощью еще какого-то метода. Но сами эти группы кажутся довольно сложно вычисляемы, потому что это какой-то безумный комплекс. Но комплекс Блоха еще более безумный. То есть, он просто огромный. Он более безумный. Есть какое-то объяснение, почему это менее безумный комплекс, чем комплекс Блоха? Ну, потому что полулокальный комплекс Милнера, вот он написан вот здесь, значит, он определяется в терминах как групп Милнера. Вот. То есть, и в этих группах очень много чего умирает. Я еще не написал, я вам написал, что классическая как группа, как группа Милнера там умирает, но я не сказал, что там еще умирает. Там много чего умирает. Вот. Значит, и, значит, кодцепи определяются просто как наборы вот обратимых элементов в полулокальных кольцах. Значит, кстати, что такое полулокальные кольца вот здесь? секунду. Вот вот эта штука, вот эта штука. Практически поле функций одной переменной это практически поле функций двух переменных и так далее. Так? То есть, мы берем просто обратимые элементы вот в таких полях функций. Ну, тогда как нет, ну, конечно, я же не говорю, что, значит, этот комплекс, да, там, уже нас от чего-то спасает. Правильно? Но, по крайней мере, понимаете, в этом комплексе очень многое чего умирает. И, во-вторых, в нем кодцепи, в комплексе Блоха вы берете свободную обелевую группу, значит, по по всем целым Z, там правильной коразмерности, чтобы она пересекалась со всеми граменями правильно. Но это такая, ну, для меня это просто очень массивная группа. Вот. что? Я хотел сказать просто, что, как бы, со стороны выглядит, что это определение, но в каком-то смысле более алгебраическое. То есть, тут написано образующие соотношения и довольно явное локальное кольцо. Ну, ваше определение, да, что это более менее через образующие отношения локальные кольца. Определение Блоха, оно, конечно, геометрическое абсолютно. Ну, да, но в смысле и то, и другое интересно. Да, имеется в виду, имеется в виду, идеально было бы, конечно, чтобы вот здесь вместо дельта-хет стояли бы поля функций, да, но в косимплециальной схеме дельта алгебраической не все структурные морфизмы суть доминантной, да, вы не можете просто, значит, переходить к полям функций, но, значит, полулокальные вот эти штуки, они, ну, вы обратили практически все дроби. вот, и считайте, что у вас здесь, считайте, что у вас здесь стоят просто поля, поля, значит, здесь к от x, к x1, x2 и так далее, вот, и вы просто берете, значит, гепаратическое определение, вы просто берете наборы, значит, ненулевых, ненулевых, значит, элементов таких полей, вот, и, ну, вот, мне кажется, что такие концепки, они как-то попроще выглядят, поменьше, по крайней мере, выглядят, чем комплекс двух. Не, ну, это дело вкуса. Пока кто-нибудь что-нибудь не докажет, концептуально новое, нельзя сказать, что это проще. Ну, ну, хорошо, хорошо. Я хотел вас тоже еще спросить, эти полулокальные группы Мионера, они пучок дают, какой-то. Я ее определяю только для полей. Я понимаю, да, вы ее определяете только для полей, потом вы доказываете, что она бирациональная, бирациональная, то есть не меняется при присоединении чисто трансцендентной переменной. Ну, ну, например, есть вот так. Дело в том, чтобы сказать, вот это не меняется при чисто трансцендентном расширении, да, то, конечно, здесь я оперирую с пучком Милнера. Вот. Значит, да, кстати, да, и что, Леша? Можно еще такой, например, вопрос задать, приятно в ту сторону. Является ли эта штука с кламодулем роста или чем-нибудь таким? Там же для определения не нужно ничего узнать про локальные кольки и так подобное, только на полях определения даст. Я ни разу не думал, но, значит, вопрос разумный, да, что если это модуль жопа, следующий вопрос, Я имею в виду, это следующий естественный вопрос, да, если есть трансферы. Леша, я не думал на отдать, честно скажу. Пожалуйста, вот, например, такой вопрос, если они образуются в модуле этого роста. Вот, еще хочу сказать по поводу, значит, мотивных гомологий полулокальных гомологий. Дело в том, что, значит, вот спектральная последовательность, которая построена, значит, она значит, она берет все мотивные гомологии, да, все мотивные гомологии и много чего оттуда выбрасывает и оставляет его, значит, в, значит, все, что остается, это полулокально, и что-то остается в полулокальных группах минор. то есть, я к чему говорю, что, значит, например, в гипотезе Беллинсона, вместо того, чтобы определить, вместо того, чтобы, значит, вот здесь, вот гипотеза Беллинсона, да, вот, к предыдущему вопросу возвращаться, например, эта гипотеза, она эквивалентна занулению всех мотивных гомологий вне диагонали, но вместо того, чтобы, значит, проверять зануление, значит, вот этого всего, вот этого всего, да, проверять зануление, значит, полулокальных кгрупп минор. Например, в характеристики П, вот, я вижу такое преимущество полулокальных кгрупп минор, которых просто на порядок меньше, мотивных кгрупп минор у кгрупп минор есть касательный функтор, насколько я понимаю, вот, а можно задать вопрос про обращение в ноль касательного, ну, называем, да, касательного функтора к, значит, к этим локальным, полулокальным кгрупп минор кгрупп минор. Ну, вот, вот, но это я чуть-чуть импровизирую, но тем не менее можно задать вопрос такой, и может оказаться, что этот вопрос значительно проще, чем обращение, ну, в общем, вопрос про обращение в ноль первой производной, понятное дело, что гораздо проще вопроса про обращение ряда тыла. Конечно. вот, а это первая производная в случае самого КАК-функтора Милмера, она с дифференциальными формами, значит, очень тесно связана, вот, ну, про дифференциальные формы все умеют что-то доказывать, не исключено, что если проект, да, 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 так, это просто какая-то импровизация, импровизация, но дело в том, что я говорю, что в протезе, действительно, хорошо, то есть, вместо того, чтобы доказывать, говорить что-то про весь ряд Тейлора, да, там, про все производные, достаточно сказать, там, посмотреть на первую производную, вот, я просто, ну, например, это вот у меня такая эмоция возникла, вот, например, вот про эту гипотезу, да, 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 ну, например, то есть, и кроме того, что очень важно просто, что эти К-группы, да, нет, если бы я говорил только про пучок, да, так еще попробую вычисли пучок, но дело в том, что он вычислил, в этом-то вся штука, я имею в виду, на полулокальных штуках она вычислена, вот, вы имеете в виду Керца, Керца, конечно, конечно, то есть, то есть, вот так вот, но действительно, что вместо того, чтобы рассматривать все мотивные кагомологии, я имею в виду, там, по блоку или еще другие варианты, да, губля, весь ряд Тейлора достаточно рассматривать, просто первую обрезку, первую обрезку, ну, недостаточно, протестировать можно на первой обрезке, да, на первом, да, нет, так дело в том, что, например, гипотеза Пашина, я сказал, необходимое условие, да, грубо говоря, если этот тест на первом отрезке выполнен, да, ну, не выполнен, точнее, тогда гипотеза Пашина не верна, например. Да, может быть, да. Нет, не может быть, это, я имею в виду, что это просто теорема, это уже вот. А, нет, про ваш теорема я понял, да. А, вот. Так что. Да, еще, кстати, такой момент, что, давайте я все-таки попробую, сейчас я показать другую теорему, сейчас, айн момент биты, сейчас, айн момент, потому что у меня не было времени ее выписывать. Сейчас. видно, да, какие-то листы. так, значит, вот, вот это теорема, да, значит, мы берем, значит, здесь, у комплекса ZATN я возьму вот такой пучок, ядро, дифференциалы D0, видно, да, или нет? вот, видно, значит, я возьму такой вот дифференциал, значит, и в каждом весе я возьму такой пучок Зарискова, который есть ядро дифференциала D0 в комплекте ZATN, да, этот пучок, если мы возьмем на Дельта-Хэт, если он, этот комплекс равен нулю, то и весь комплекс равен нулю, то есть, я чему хочу сказать, что, чтобы проверять гипотезу Белинсона-Суле более алгебраически, вот как Леша сказал, алгебраически, достаточно вычислять зануление вот таких вот комплексов. Если все такие комплексы ацикличны, то гипотеза Белинсона-Суле верна. Ну, если видите, вот мой экран. Экран, видите, вот, гипотезу еще не доказали. Нет, это понятно. Я не знаю. Какая, да уж, вот именно, что не доказали, да. Вот. Я бы сказал, еще не опровергли. Или не, да, или не опровергли, совершенно верно. Да, совершенно верно. То есть, вот, вот этот комплекс, значит, ну, мне кажется, этот пучок можно считать через там всякие относительные штуки, вот, как у Андрея Александровича. Вот. Ну, я говорю, это не все сразу, как говорится. Об этой теореме я просто не сказал. То есть, гипотеза Беллинсона-Суле эквивалентна за нулению таких комплексов. Мы берем пучок, значит, ядро Д0, вот, и если на Дельта-Хет все такие комплексы равны нулю, то гипотеза Беллинсона-Суле выполнена. Ну, это критерий просто. Вот. Ну ладно, еще раз спасибо вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!